Забота об окружающей среде – один из главных постулатов корпоративной этики Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Все программы по сохранению и восстановлению ресурсов комплексные. В Турлатово – одна из таких. Место выбрали не случайно. На этой, можно сказать, подшефной территории уже стоят подарки от нефтяников. ФАП, игровая и спортивная площадки. Ну, это территория села, которая подразумевалась, значит, для создания такого небольшого парка. Здесь у нас детская площадка. Вот сейчас будет зеленая такая зона. А в дальнейшем планируем еще площадочку поставить, универсальную, спортивную. Высота полтора метра, столько же расстояния между рядами. 80 совсем еще юных лип и тополей выглядят оранжерейно, но потенциально это самая настоящая роща. Высаживали в режиме коллективного субботника по двое-трое на лунку. Аккуратно и с обязательным поливом. Впрочем, только лишь этим селом программа благоустройства «Зеленая весна-2022» не ограничивается. Совсем недавно в микрорайоне Дашково-Песочня на улице Зубковой нефтяники высадили 50 малышей пирамидального тополя или покрупнолистной. Кроме того, вместе с волонтерами активисты РНПК очистили территорию села Агропустынь. Были школьники и сегодня. Они также сажали молодые деревья, а заодно приняли участие во флешмобе. Изобразили живую букву «З» в поддержку российской военной спецоперации. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».